Коля приехал с зари возвращения блудного сына. Вот он. Помните белый наш этот был, баранчик-то? Вот он у нас ходил, как этот был. Как сказать, Коля, как? Осеменитель или как сказать? Да. Но всё равно он у нас был в другой атаре. Всё. Кровь там свою оставлял. Да? А как у нас его звали там? Забыли. Уже забыли даже, как его звать. Но мы вспомним. Беленький, это помните, который... Это Екатерина же. У Екатерины было два ягнёнка. Вот один был чёрный, а один белый. Вот этот вот, который белый. Да, чёрный был белолобый. А это вот белый. Он уже такой вырос. Сейчас покажем. Сейчас мы его вытащим с кулей. И потом побежит он туда и покажем, какой он. У нас уже подрос. Очень тяжело. Его перенесли. Сиди, сиди, мой хороший. Сиди. Сейчас. Надо нам его вон туда перенести сейчас. Вот туда. Потому что он... Чтобы не было тут конкурента у орешика. Чтобы у нас тут не было крово-смешения. А то он у нас уже такой активный баранчик. Сейчас будем что-нибудь думать. А возим мы их в машине вот в такой ванне. В ванну складываем. И его туда с баранчиками. Да, да. По кукурисмеются складываем. Укладываем. Туда их. И все вот так вот возим. Получается, и багажник не грязнется. О, сюда уже переложили. Сейчас нам еще один такой путь пройти. Три ноги привязаны. И все. Все. На месте. Слава богу. Тяжеленький. Подрос он у нас хорошо. О, все вернулись. Антошка смотрит. Антошка. Антоха вообще гручной. Да. Чтоб главное не дрались сейчас. Да. Будут. А? Будут по-любому. Будут. Где ты там был? Как ты себя вел, дружище? Все. Вставай. Вставай. Вот молодец. Все. О, хорошенький. Все. Белый. А, белый. Катькин сынок. Да. Да, да. Катин сынок. Дома ты. Дома. Ты же не где-то там. А дома. Прибились. Прибились. А у нас же здесь перестановка немножко есть. Коля уже начинает здесь сокращать территорию им. Но пока еще это оставляет. Вот так вот сделать. Сейчас я с той стороны покажу. Не перейду. Так, пойду. Да не бойтесь, не бойтесь. Сейчас я перейду туда. Что боитесь? Мы же, кстати, давно не показывали своих тут деток. Так, это вот у нас кудряшка. О, у нас здесь тоже есть два новеньких. Это, да, все, да, перехожу. Они очень беспокоятся. Сейчас я перелезу, беспокоятся. Ой, два новеньких. А, побежали туда. Ну, пойдемте там посмотрим. Сейчас покажем, что у нас тут. Перестройка какая. Вот здесь вот эта Коля. Помните, было вот где Коля сейчас идет? Вот здесь вот. Коля, остановись. Было у нас раньше вот досюда. Вот отсюда начинался загон. Сейчас Коля его перенес туда. Ну, а потом там перекроет. И уже со стороны огорода уже будем там расширять. Ну, пока так. Пока там у него идет чистка сараев. Чистит, вывозит. Вот это все дело на огород. Там, где ты на эту, где этот был ячменник. Да, туда вывозят, короче. Ну, вот так. А вот тут вот бывает, закрывает он этот проход, если что, надо здесь делать. Ну, пока еще не здесь у нас бегают. Пока как-то так. Да, у нас вот два новеньких. Он там показывала я. Но они немножко успокоятся. Потом еще раз покажу. Два новеньких. Две девочки. Да. Мы поменяли на двух баранчиков. Потому что для того, чтобы у нас тут кровь одна не была. Для этого обмены вот эти вот все и делаем. Периодически. Они у нас тут все встали. Стоят. Да идите сюда уже, идите. Орешек, иди сюда. Ладно тебе. Не будем больше пока беспокоить от вас. Ну, в общем, вот так потихонечку работа продвигается. Коля там уже прилично вывез тачек. На мотоблоке возит. И там раскидывает по огороду. А это полок дали нам временно. Сейчас я покажу, для чего. Какая у нас тут причина получилась. Так, у нас тут битва. Они дерутся. Вот он, кстати, говорят, он там эти порядки ставил. Вот этот вот баран белый, там, где был, он там лидерствовал. Да. И вот смотрите сейчас, что делает. Он и здесь уже хочет порядки навести. Ну, пойдемте, сейчас покажу я причину. В чем? Ну, чтобы показать причину, надо залезть сейчас вот на эту лестницу. Сейчас я залезу вам и покажу. Так, это вот у нас тент, который мы вот на Валбересе заказывали. И вот смотрите, что у нас произошло. Из-за ветра оно тут получается трение. Он же трется от сена. И получается у нас вот такое вот тут дело. Он начал, тент у нас начал протираться. Я не знаю, должен так быть, нет. Но вот сейчас Коля здесь заклеил его скотчем, чтобы как-то хоть сохранить от дождя. И вот там тоже, видите, вот тоже заклеено. Вот это все вот он так протерся. И вот там вот бока уже начали протираться. Такая вот у нас ерунда. Вот рядом соседний тент. Он сохранился, потому что мы его сделали на брезент. Такую подкладочку сделали под этот, под тент. Чтобы он не прокалывался. Мы даже не думали, что он так протрется. Но прокалывается, да-да. Там соломки острые эти, травки всякие прокалывают. Ну, чтобы протирался. Вот, смотрите, протерся, видите. Вот так вот получается. И вот этот тент, придется вот это нам все сверху снять. А тент этот накрыть под низ сделать. Чтобы не было вот этого трения. Ну, в общем, получается вот этот вот слой. Ну, вот он стирается. По псалому. Не знаю, должно так быть или нет. Ну, что-то я как-то думали, что попрочнее. Или, может, это норма. Я не знаю даже. В общем, вот такая вот проблемка. Ну, ладно. Проблема решаемая. Так что будет все нормально. Все, вернулись они тут. Я хочу показать вам новенькую. Не знаю, придут они сюда, нет. Один там, две. Такие смесь романовские с этими, с курдючными. Сейчас, если подойдет, я покажу. И вот там одна из них. Я не знаю, видно ли. Все, у этих уже мир. Все нормально. Уже стоят вместе. Да, понятно еще, как бы. Но все равно. Девчонок нет рядом. Они все равно так не будут биться. Не заколобиться-то будет. Так, видите, разбредается. Да, нету тут новеньких. Покажу потом, вечером подойду. Да, ее просто плохо видно. Друзья, вон она, видите, такая рябая. Вот она, как теленок. Я ее буренка назвала. Она похожа на коровку пятнистую. У нас опять погода восстановилась. Опять тепло. Такие были пасмурные дни. А сейчас опять вот. Не знаю, бабье лето или что это. В общем, тепло. Лето тут. Ой, пришла я через час. Немножечко они тут подуспокоились. Легли отдыхать. Вот она, которая новенькая стала. Пугливой вообще. Вот они две. Вот на них мы барашечков поменяли. И вот мордочка у той такая. Как это, как у буреночки. Смотрите, кудряшка залезла туда. У тебя голова скоро входить не будет. Кудряшечка, ты моя. Вот она, буреночка. Причем вот не теленочек, да? Мордашка такая смешная. Прикольная. Отдыхают. Жарко им, конечно, лежат. Вода у них всегда тут есть. Полная. Полные налиты. Вот они все здесь под навесом. Но здесь все равно попрохладней. Яна тоже уже, видите, как подросла. Вот сейчас она встала. Сделала Коля сено. Сейчас я покажу. Так, наверное, здесь не видно будет. Так не видно. В общем, он там все подоткнул. В общем, он сделал под низ. Полок тот постелил. Сейчас пройдем, может быть. Вот так вот посмотрим. Вот там вот видно наверху тот полок сделал под низ. А на, это ему обратно сверху прикрыл. Так что теперь дождь точно не замочит. Теперь хорошо будет. Лицерна наша. Там вот пахать надо будет тот огородик. Не знаю, думаем. Наверное, мы посадим туда тоже что-нибудь такое, что баранам можно косить. Потому что сено дорогое. Зерно купим по любому курочкам. Возьмем. А вот сено-то очень дорого. Не знаю, посмотрим. Коля говорит, суданка. Не очень дорогие семена. Но она однолетка. В общем, весной будет видно. Ну, а здесь, в принципе, даже и подсевать ничего не надо. Здесь нормальный. Такая этот люцерна. Ее уже скашивали. Тюковали. Ну, и Коля так возил. Кормил. Ну, а сейчас мы съездим в Геогинскую. Там по делам нам. И на обратном пути заедем на второй огород. Посмотрим, что у нас там. Как у нас там люцерна. Так. Проехали мы немножко. Проехали мы на свой огород. Сегодня ездили в Геогинскую. И на наш второй огород проехали. Посмотреть, как у нас тут люцерна растет. Ну, вот здесь вот какие-то... Да, там дальше хорошо, а здесь вообще плохо. Вот здесь подсеивать. У нас 2 килограмма есть. В принципе, мне кажется, тут и хватит, у Коля, 2 килограмма посеять, да? Ну, вот эту полянку, да. Вот эту полянку. Да как, это надо будет трактором же, да? Не, вручную. Вручную? Так просто посеешь? Да. Наверное, когда дожди, там, перед дождями. Ну, посмотрим. Ну. Ну, это же весной? Да, можно весной. Можно, можно. Посмотрим. Ну, Коля тут, видите, эти собирает. Тут всегда сколько собираем. И все равно есть стекла. Стекла там, вот такие, всякие камушки, кирпичики. Ну, так ничего, да? Ну, косить еще рано, Коль, мне кажется. Коль, уже хороший. Да? Сейчас Коля хочет ездить, так, просто вручную косить, чисто на корм, чтобы сено не давать. Раз такая возможность есть, у нас тут люцерна растет. Вот будет ездить на мотоблоке и травку привозить. Свеженькую люцерну овечечкам давать. Во, как хорошо. У нас опять погода солнечная, жарко, невозможно что-то. Ну, будем ждать. Прохладно все равно. Скоро будет уже. Последние, наверное, деньки такие прям сильно теплые. Ну, вот наш огород. Второй. Второй огород. Коля подбирает все. Здесь все не подберешь. Но после каждой спашки мы тут подбирали, ходили. Видите, сколько мусора много. Подбираем. Он потом опять дождями вымывает его, да. А вот тут прям вообще поляна, смотрите. Интересно, да? Главное, там все нормально. Здесь вот кусочек выгорело. Понятно. Ну, ничего. Подсеем. Подсеем. Тоже так, ручную, сами. Так, ну ладно, поехали домой. А вот Ники нас встречает. Да, Ники встречает. Мы когда приезжаем сюда, ему даем вкусняшечку. Ты молодец. Ой, умничка такой. Умничка. Молодец, молодец. Все. Все, умничка. Привет. 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 Молодец. Привет. А ты умничка. Ну, как же еще не дать? Конечно, дадим. Умничка. Ну, все, мы дома. На улице жара. И арбузик у нас пошел. Было прохладно как-то и не хотелось арбуза. А вообще я вот это время прям обожаю. Это где-то начало августа, середина августа, скорее всего. И по октябрь, когда вот эта арбузная пора идет. Ой. И даже потом, когда арбузы заканчиваются, как-то прям ностальгия, что арбуза нет. Хочется чего-то поесть, арбуза уже нет. Жалко, его уже на зиму не сохранишь. Только в консервированном, в соленом виде. А больше даже не знаю как. Но хочу я потом попробовать еще его посушить. Пробовала я арбуз. Сушеный. В общем, в этом году я все сушу. Все, что можно. Ну, сушеный арбуз. Мы были в горах и пробовали там. Мне очень понравился. Вкусненький. Как чипсы арбузные. Так что буду пробовать. Арбуз вот этот попался. Сладкий, вкусный, вкусный. Хоть и засушливое лето было, но арбуза, урожай у нас все равно есть.